Обычный рабочий день в МФЦ начинается с 8 утра. Но сегодня в учреждении гость – глава муниципалитета. Поэтому сотрудники собрались немного раньше. Глава района – человек публичный. Он очень много выступает, очень много проводит встреч. И я думаю, что для него очень-очень важна именно обратная связь с людьми. Для многих эта встреча не только знакомства с руководителем района, но и возможность разрешения волнующих вопросов. Так сотрудники учреждения пожаловались на большую текучесть кадров. Услуги, оказываемые МФЦ, очень востребованы населением. И поток людей постоянно растет. А квалифицированного персонала не хватает. Мы их обучаем. Мы тратим их на это время. У нас задействованы в этом все специалисты, начальники и руководство. Но приходит такой момент, так как МФЦ находится в транспортной доступности очень близко к Москве. Наши сотрудники уходят работать в МФЦ в Москве. Все наши лучшие люди уходят. Ничего страшного. Лучшие люди остаются, поверьте. Следующим пунктом следования главы стала Видновская районная клиническая больница. Здесь Валерий Венцель начал встречу со слов благодарности. Я хочу в первую очередь вам выразить слова искренней благодарности за преданность своей профессии, за то, что вы чутко относитесь к людям. На встрече обсудили и строительство новых медицинских учреждений, и предоставление детям сотрудников мест в детских садах. Вопрос, волнующий многих врачей, – закупка дополнительных машин скорой помощи. Проблем нет никаких, Валерий Николаевич. Мы просчитали, более того, у себя просмотрели плановые эти деньги, написали весьма в Министерство здравоохранения. Валерий Николаевич дал поручение до конца года этот вопрос решить. Также в ближайшее время появится и мобильная поликлиника, которая позволит выезжать к пациентам в отдаленные населенные пункты. Спасибо, что нашли время с нами встретиться. И помогут, я думаю, всегда в решении наших вопросов. Я знаю, что медицина и образование всегда приоритеты у администрации Ленинского района. Без внимания не остался и перинатальный центр. Администрация района старается способствовать его развитию. Напомним, что в этом году был открыт новый детский корпус. И это яркий пример решения насущных задач. Такие встречи обязательно нужны, так как мы понимаем проблемы и задачи, которые стоят перед администрацией Ленинского района. Они понимают простые нужды и общаются с коллективом непосредственно. Все встречи прошли продуктивно и на позитивной волне. Пользуясь случаем, глава муниципалитета пригласил всех в предстоящие выходные на празднование Дня города и района. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.